Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался отзывцом. При выходе у нас из храма, в коридоре здесь, эта надпись вверху. Ни один человек еще не подошел и не сказал, как так? Если я все делаю, не буду делать это, да я и так знаю, что тут службу знаю. Эта письма не прибавляй. Господь обличать будет, не я. Мне ставит это вину, что я постоянно говорю об одном и том же. Это златоусты непрерывно этим терзали. И так и должно быть. Я вчера только говорил об этом. Слово слушать, слышать, встречается в Библии 2222 раза. Четыре двойки. Это же вообразить нельзя. Почему? Мы читали языки, говорят, будут они слушать или не будут, а ты говори. Я избрал тебя, чтобы они знали, был среди них пророк. Я знаю одно, что прибавлять, это православие. Убавлять, это стектанты. Саддуки. Они все отбросили, доставили только одну Тору, пять книг Моисеевых. Остальное нет, не доказано, что человек бессмертный, у него есть душа. И после смерти он никуда не исчезает. И они с этим и подошли ко Христу. Но он не стал говорить, а вот написано такое-то там у Серафима Саровского где-то. Нет, он по тем книгам, которые они признают. А вы слышали, что он говорит, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Ну да. Ну а когда он говорил, Моисей, открывался ему Бог. Я Бог. И он перечисляет, кто у него есть. Так они живые были? Да нет, умерли уже несколько столетий назад. А как же у них отец? Если у тебя было три сына, и один пошел куда-то погиб, ты говоришь, у меня два сына. А было три. Было, это значит списанность и счетов, и налоговая инспекция, нигде его нет. И здесь не прибавляй. Православное все везде прибавляет и прибавляет. Почему? Чтобы не слышать Слово Божие. Я провожу ни день, ни два за компьютером. И сведения мои обращаются очень важные люди. Как это? Как? Простое слово здесь. Слово Божие. Не прибавляй. Согнули через порог и пошли. Мы живем в жизни выдуманный фетиш. Вот у Израиля было, когда они вышли из Египта, Бог их вразумлял. А чем вразумлял? Вдруг напали змей. А змей, если крепко закрыть, они не зайдут, а окон нету, шалаши стоят. А она висеть в бущель проползет. И ночью она ее ужалила. Все. Один труп, второй, десять тысяч человек уже умерло. Что делать? И Господь говорит, сделай медного змея. Это или проволока была, или что-то медное, железка какая-то. Ее сделай, повешай, как знамя. Придумали, что это крест был. Даже если крест был, не в этом дело. Чтобы он не упал. Закрепить его надо. И кого только ужалили, со всех ног скорая помощь, туда же. А что делать? Ничего не надо делать. Повернуть его в лицо, чтобы он глянул, уже умирающий. Сердце последний удар бьет. Ну глянь, Ваня, Петя, Мария. Он только глянул и сразу, а я и не болел. И понятно, какое было отношение к этому змею. Даже Давид, когда пришел и стал уничтожать всех идолов, змея не трогала. Весь народ стал за это. Это же святыня великая. Это же мощь. Это же пояс Богородицы. Это про нас все сказано. После него еще 300 лет проходит, и все поклоняется. И уже имя дали на их уштан. И жертву стали приносить, как Богу. Написано, медный Бог. А из этих, когда начало эту ревизию делать, ты понял, главный враг. Всю эту святыню порубить, переплавить, утопить. Все исчезло. Вот у нас этих нишуштанов на каждом шагу. Батюшка сказал. На каждом месте, везде батюшка сказал. Он сказал, не знает Писание. Он сказал, зачем ты цепляешься? Бог не будет спрашивать батюшку. Он тебя спросит. Каждый, написано, ответит за себя соответственно тому, что он делал. Не батюшка. Доброе или худое. 2 Коринфянам 5.10. Нас будет исследовать там. Не по ведению, по мытарствам, как, а уже все закончилось. Окончательный приговор. Насторожитесь сейчас. Не дремите. Если хоть маленько веры в ком осталось. Не прибавляй к словам его. Значит, его слово надо знать. Вот оно перед нами. Но здесь 11 книг нет. Ну, крупный шрифт. Я взял эту Библию. Протестантами изданную. Не прибавляй. Ну, а что будет там? Пару слов. Не прибавляй. Ибо обречать не я буду. Обречать, ибо Бог обречит тебя. Бог. И окажешься лжецом. А в откровении говорится, учиться лжецов в озере Огненном. Ты понимаешь, что мы делаем. Самое главное. Бывает везде там образ образов. Там где-то главная страна. Другие страны там высокое развитие. Главная картина, от которой у нас висит. Сексинская Мадонна. Это главная картина мира. Мать несет младенца на казнь. По облакам сопровождают. Вот посмотрите по этой картине Рафаэля. Картина номер один. Ну и дело-то даже и не в этом. Как-то относятся к тому, кто на руках у него относится. Есть главная молитва «Отче наш». И у нас она считается каждый раз, когда батюшка здесь, с прибавкой. Не прибавляй. Я с ним беседовал многократно. Он не может еще сделать. Он заложник это. Ну а можно сделать? Можно пойти на все. Бог не повелевает защитить это. Защитить Слово Божие. Это Дух Святой изрек. Нет. Отца Сына Святого Духа вставили в конце. Да Отца Сына Святого Духа полез. Считай 40, 400 раз считай. Но не прибавляй. Почему моя душа болит, а вас не болит об этом? Я иду домой, я плачу. Какие же мы верующие, когда мы проклятые Богом будем? Лжецами он нас назовет. Не прибавляй к словам его. Всякое Слово Господа чисто. Так написано, сейчас считали. И Он щит. Он защитит тебя. Не надо думать, что архиерея тебя. Тем более у нас сейчас нет архиерея, который мог бы что-то наказать. Хорошее отношение, но этот архиерея, он не может ничего с нами сделать. Да он и не будет, он умницы. Когда мы в потерянке были, я сказал, за столом сидят. А вон в углу так стены-то сходят, а там Владыка. Я первый сценарий поел, встал и стою против. Его подвох толкают. Владыка, ждет вас. Ну, знает, что благословить. Батюшка рядом, благословите. Бог благословит. Ведь я не слышал, он говорит, ну, сейчас всем достанется, а больше всего мне. Я его слова так и запомнил теперь. Почему? Ему многое дано. Я говорю, Владыка, мы можем с вами проститься, кланяться не вашим колесам, а вам. Мы как, считай, я дядя, я пост отзял. Смотрите, вышли на берег реки, преклонили колени и дальше прощались с ним, падали на шею, целовали его. Мы можем так с вами проститься или нет? А почему нет? Я сразу в палатке к нашему дому. И он вышел, пошел, мы преклонили колени. Секретарь, кажется, там был батюшка. Все семинаристы склонили колени и помолились. И он стал всех благословлять. С таким архиереем можно работать. Но Господь скажет, если с нами можно работать. Всякое слово Господа чисто. Если Господь сказал, что я Бог Авраама и Исаака, то эти саддукеи сразу попятились. В самом деле, как мы не заметили. Он не сказал, были, но есть стоит слово. То есть сейчас, в настоящее время, я Бог Авраама и Исаака Якова. Я не могу сказать, что что-то мне принадлежало, я хозяин. Там отняли у меня, посадили, все остальное разбазарили. Господь сразу вашей книгой поставил их на место. Псаломон говорит. Псаломон осталось, может, одна десятая часть, даже меньше. Тут написано тысячи притч, а тут-то всего ничего. Но этого нам хватит. Всякое слово Господа чисто. Не надо ничего добавлять. Ты это не знаешь. Зачем же ты добавляешь? Ни слова не добавляй. Ни иота, ни черта не исчезнет. Дороже неба и земли. Ну, земля, так без нее жить нельзя. Дороже неба и земли. Ты же это не знаешь. Я специально провел работу такую. И могу сказать, сколько черточек, сколько икраток, сколько тысячи. Все это у меня в книгах отображено. И ни одна не пропадет. Теперь пропал. Я зарядил в новом издании, и не хватает двух запятых. Я сразу поднимаю панику. Как сделали? Кто это сделал? Тем более, сегодня даже патриарх современный понимает, без миссии ничего не будет. Идти надо со Словом Божиим. О чем мы рассуждаем, когда идем дорогой домой? Когда здесь бывает. Вот становится, двери закрывают своим присутствием. Ну, а то двинься хотя бы. Вот дверь только откроют, сейчас рядом становятся и перекрывают. Я уже не один раз говорил. Сегодня вам свет тот не нужен. У вас этот свет. А когда снимаете, темная картина. Все равно шторки раздвинут. Я пришел, утром все задвинуто. Сейчас захожу, снимать будут. Уже отодвинули. Я один раз говорю, заботитесь не о себе. Нас будут слушать миллионы людей. Миллионы. У меня только просмотр 81 миллион. И люди православные вздрагивают. Священникам показывают это. И они начинают думать, что делать. Священники, которые решительно пошли на это, выбросили торговлю. Как один священник сжигает. Со своими, кто они там у него, прихожане верили. Мы это к нам присосался. Говорит, старый такой-то назвал его кровопевец. И сожгли все, что там стоят эти продажные где-то. Везде без продажи не могут. Павел, замучились мироточилом. Сейчас маленько замолкли. А зарубежные сколько? Иверская Богородица мироточит. Вот у нас, зарубежных, Бог. А у православных, у патриархии не одна. А теперь только в одном Иваново 33 тысячи замироточили. И даже подъезжают, в сумке лежит обыкновенная бумажная иконка. С нее потекло. И что? Реарх Алексеев Второй составит комиссию. Составили биологи, химики, священники. Все. Экономцев там. Павел Флоренский. Не тот, а там, правда, наверное, его здесь. Они долго исследовали. Под микроскоп рассматривали. И сказали. Ответ их. У меня он помещен в книге. В кавычке. Не дьявол этот смехается над нами. Бог дал нам такие откровения. Мы с чем копаемся? Да дьявол любое чудо может сделать. Даже жезл бросили. Эти жрецы там. Волхвы. И поползли змеи. А у нас что, змеи стоят в патриарх? Кто-то держит. У него вот так вот написано. Змеи. Змеюшник устроили. Серпентарий в храме. Змей это главный виновник падения нашего. Что мы умрем, это все змея сделал. А почему мы змей? И будьте кротки, как голубя. Почему не застали, как голубь? Я бы дал картинку голубя. Предражение-то не закончено. Мудрость. Так у вас нет мудрости человеческой даже. Какая там змея-то мудрая в чем? На голову спасает. А вы голову-то и бросили. Голова для нас вот. Писание, Христос. Два слова запомни. Христос. Библия. Все. В мире ничего больше другого не надо. Остальное все из этого только исходит. Итак, не прибавляйте к словам его. Мы сейчас посмотрим, как к нам относится Господь. Торозаконие. 12.32. Я хочу свою скорбь передать вам. Торозаконие. 12 глава. 32 стих. Это второзаконие. Первое потеряли. Потом Бог дает второй раз. Закон тот же самый. Да еще усилил его. В пустыне, когда выходили. Второзаконие. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляя к тому и не убавляя от того. Заметьте, это первые книги. Мы их все им написаны. И Библия заканчивается этими же словами. Не прибавляйте и не убавляйте. А ты только спроси, что говорить это по Библии или нет. Я сейчас буду все это доказывать. Открывать будем. И ни одно, ни два места. Не прибавляй и не убавляй. Кто не верит в это? Так Библию-то читать надо. А есть такое, что не сходится с чем-то. Есть кажущееся. Вот сейчас у мусульман, там есть один такой человек. Выходит и начинает опровергать все библейское. И его уже православные поставляют. И на днях только один священник в дребезги разнес его. Я просил меня с ним связать, но не получилось. Отказывается. И он за каждое слово, которое написано, противоречие, противоречие в Библии. Закир, Найк. Я расшифровал. Это Зая, это Закир, это Бога, Найк, нуль. С каких языков, что? Они сами не знают даже, какое его название. А что сделать надо? Восстань. В данном случае молчать не надо. Вы отчитаете Слово Божие. Если считаете и видите, вот у нас висит. И не обращайтесь к Египту. Ваша сила сидеть спокойно. Не рвитесь по теракии или куда. Тем более сейчас положение. Все, что сейчас где-то делается в другой стране, падает и на них. Те во Печерскую лаву вымахали всех оттуда. Везде. Порвались ни одно за другим. Автокипальные церкви православные теряют. Ничего уже нет. Будет суд Божий. Тогда мы увидим, кто был прав. А сегодня только по Слову Божию будем сперяться. Но я хочу сказать по хвалу Патриарху, что он наконец заговорил о необходимости знания Слова Божия и о миссионерской работе. Я вчера упоминал об этом. Даже с трудом поверилась в это. Миссия это движение. А мы сидим на одном месте. Надо как-то подойти к людям и в колхозах, и в каких-то предприятиях. Бывает же обед. Бывает, называется, перекур. Давайте я вам скажу. Зайдите со Словом Божиим. Распространяйте Евангелие. Это Патриарх говорит. Казалось, уже все умерло. Ничего подобного. По его благословению, вот эти красные, которые Евангелие, речь идет. Несколько миллионов уже раздали. Бесплатно. Только за пересылку где-то надо брать. Бесплатно. По благословению Патриарха Кирилла. Это же памятник. Ни один архиерей этого не сделал. Ни один Патриарх у нас этого не делал. За всю историю. Миллионы. Так они выбрасывают где-то. Бывают и выбрасывают, и хлеб выбрасывают. Я в 18 лет сотрудничал с местной тюрьмой. Имея опыт тюремной жизни. И они меня очень ценили. Я на лето уезжаю. Они спрашивают начальник. Дайте адрес. Где будете летом? Если захват заложников будет, они сразу за мной. Они у меня слушаются. Преступники. Они знают, что я катаржанин. И что? А из этого делаем вывод. Надо найти людей, которые знают писание. Которые тебя направят истинным путем. Не какую-то секту. Мы это знаем. У нас книги. У нас постоянно... Сейчас зайдем туда, и опять читается Слово Божие. По Новому Завету. Что сегодня здесь считалось. Этого нигде нет. Ни в одном храме. Батюшка возвращается, когда где-то из поездки. Везде там побыл. Опять. Может, канапка там, терапима, там щелунки, проспоры. Нигде ничего нету. Никого ничего нету. Так, может, на нас Господь смотрит, что ждет от нас каких-то плодов. Поставьте себе какое-то расписание. Особенно я прошу тех, которые уже на пенсии. Не ссылайтесь на болячки. Все время, помните, таких, которые лежат у этой купальни, у больницы, у поликлиники, уже 18 лет, и никому не помогают. Ну, как помогают, когда исцеляются люди. Вот оно здесь. Исцеляются. До времени, пока Господь не подошел. И тогда этот человек исцелился. Это и сегодня такое. И врачам всем нужно говорить, уповайте на Бога. Написано, ибо они молятся Богу, и иной раз в их руках бывает успех. Зачем бы Сирахов писал об этом? Не пренебрегай его. Ему Бог дал знания. Зато он, когда в ссылке был, искал лучших врачей. Травны были-то, химии-то не было. Итак, 4.2. Еще возьмем одно место в Таразаконе. В Таразаконе одна книга, один руководитель, и он снова нам говорит. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, который я вам сегодня заповедую. У нас понятие такое о вере. Я не буду слушать. Некоторые выходят, и как сроду не бывало здесь. Никогда не заходят. То есть община не нужна. Эти у нас важные вопросы разрешаются. Мы говорим, кто болен, кто нуждается в помощи. Да мало ли еще, поехать, сказать где-то. У нас молодежь нуждается в этих занятиях, в этих проповедях. А почему семьи разваливаются? Это и увереннее бывает, потому что не знают Писание. А вся причина. Сначала Библию посмотрим. Считаем Тимофею, и он прямо говорит, а учить жене не позволяю. Вот представьте, Павел стоит. Всемирный проповедник, оратор. Не позволяй, запятай, не властвовать над мужем. Но быть в безволвии. А под который подчиняется, он по-русски называется подкаблучник. Я уже понял, это самый опасный человек. Самая опасная жена, но опаснее ее муж, который слушается ее. Доброе, недоброе, что бы она ни сказала, вам все старается. Не надо это. Ты до свадьбы должен был решиться. Кого ты возьмешь? Как сегодня начали показывать, может, ради иронии, это дело. Познакомился с одной и говорит, ты Писание знаешь, да, я обязательно живусь, которая Библию знает. Ну, прочитай в Танзаконе, где она ищет ее в конце Библии. Нет, говорит, не прошла-то этот конкурс. Не там искать надо. Мы едем со священником. И сказали, где искать книгу или видеть, все написано дорогу, стоял священник-то, видимо, жена его. Она тихая, спокойная, мирная. И он зашел. Я сзади наклонился, они в переднем сиденье сидят, стал говорить, найди где-то. А он не может найти. Он не знает, где Леви, ищет в Новом Завете. Я сказал об этом. Как жена вскипела. Это моего мужа на позор. Машина идет. Мы их бесплатно провезли 1300 километров. Как она мне начала полоскать? А такая тихонькая сидела. Почему? За мужем. За мужем, священник, который не знает Библию. А ты должна его бояться теперь. Буженек, как нам пристанет перед Богом? Руководства-то нету. Счета защиты-то нету. А почему? А он участник того, что в России уже они рукоположили, помазали императора. Тот в Кремле даже не знает, что он уже никто. По их мнению-то. И этому человеку тоже надо было открыть. Ему выслазить некуда. Вот тут сидит теперь, а я сзади. Кулаком не достанет. Я ему тут теперь пою три часа подряд. Надо Библию читать. Это руководство. Это светильник ноге моей, сверхстезе моей. Книга Иова, 13 глава, 7-9 стих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и из-за Бога так припираться? Надлежало, 9-9 стих. Хорошо ли будет, когда Он испытывает вас? Испытает. Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Это люди боятся что-то сказать. Но Бог требует кротости, смирения. И они за Бога, три друга, и Его начальные полоска. Это малыш, где Бог наказал. И Он тогда им говорит, стоило ли за Бога припираться и брать? Богу не нужны такие помощники. Но Бог сказал, вот там батюшка. И они помешались на этом. Сейчас земные поклоны нельзя делать. А батюшка сказал, можно. Вот каноны показывают. Вот правила какие. На сегодняшний день. Как будто никогда не видели, не слышали. Три поклоны разрешаются. Какие? Светися, светися на Варусалиме. И Господи Иисусе, и Христися на Божьем молитву ради. И придем, поклонемся, припадем. Вот все. А уже с Вознесения, дальше там другой порядок. Я уже говорю не по Библии. А у нас правила есть еще. Когда кланяться. Мы знаем, с чем укланяемся. Мы знаем. А раз знаем, мы должны отвечать любому на этот вопрос. Дальше. Откровение. 22.18.19. Чем заканчивается Библия? Откровение. Его называют Апокалипсис. Самое последнее, к слову. Два раза промахнули. Вот оно в конце. Вот оно. 22.8. Вторая глава. 17.19. Вот оно. 18.19. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, то на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Это говорится про откровение. Это ко всему. Отнимешь, отнимут участие в книге жизни. И то, что человека не будет там. А который в книгу жизни не вписан, он пойдет к респодию в огонь. Вот пойдете сейчас, включите свет, еще раз прочитайте. Четко и ясно написано, не прибавлять и не убавлять. Если человек не знает Писание, он ничего не знает. Я сколько встречался с диктантами, которые, если говорят, я была неверующей, в храм ходила, но я же неверующей была. И причащалась, но я причащалась, но я была неверующей. Понятно? Нас за верующих уже не считает никто. Православными набиваются на 85% бывшие, которые православные. У баптистов я спрашиваю, сколько? Подсчитал там один Митрохин, пропестор говорит. 85% бывшие православные. Если одна душа, не две, погибет по твоей небрежности, ох, священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за это, ибо за нее умер Христос, святой Иоанн Златоуст. Ну, маленько-то можем вздрогнуть и сказать, да я до дома не дойду, сейчас умру. Да как же это так? Бог дал это солнце, дал эту землю, все. Он говорит с нами, мы не хотим знать. Ну, он дает земля, родит, а это разве не чудо? Семечко бросишь, ничего нет, и вдруг там вырастают такие там или арбузы, или что-то. Чудо-то какое! Ну, прославь Бога, и главное за слово. Все-то остальное сгорит. Останется только то, что он ангел нес. Еще прочитаем. Якова 3.17. Перейдем на Новый Завет. Как святые смотрели на это? Славь Якова? Да, Якова прямо рядом. 3.17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых кладов, беспристрастна и невицемерна. Понятно. Это сколько перечисляет вся эта мудрость. А мудрость, она убогая. И все это мы черпим из этой книги. Не так, что, а кто тебя поставил меня обличать? Мы обязаны должны помогать. Не каждый все знает. Впереди там где-то обрыв, а ведь бывает внезапный обрыв. Ведь никто не знал, чем закончится противление Моисею. Знатные люди, Дафан, Аберон, Корея, их все знают, про них печатают. Ну, просто губернаторы. А может быть, министры. Ничего нельзя доказать. Они говорят, выше мы неправильно. Кормить нещем. Ну, да, мы там работали, но у нас там огурцы были. У нас чеснок был. Вы считаете, библиотеки. Ну, что ж такое, куда они вывели нас? И Моисей Бог открыл завтра. Господь покажет. Что они? Под ними твердая земля, везде как положено, может, застальтированная. Я на сегодняшний день перевожу, это все понятно было-то. И вдруг Моисей говорит, отойдите от них все. Ну, стоят рядом жены и дети. Ну, отойдите. Ну, что отойдите? Боитесь нас, значит? А если умрут обыкновенной смертью, значит, ничего не было. А если не обыкновенной? Это единственный случай в жизни. Внезапно земля проваливается, и какая-то дыра, ни два, ни три километра до преисподней-то. Жены, дети, скотина, шатры, все ушло туда. А ничего особенного-то они не сделали. Они просто хотели отделиться с тех, кто составит. Вот ужас какой. Вот это я все в университете, когда были, показывал юристам. Смотрите, 10 суток дают, год за что. Они отвечают. Тут наказание, а тут преступление. Ну, и правильно рассуждать. Я говорю, а живем вот. Ну, такой статьи нету. Вот тут и оно. А раз ее нету, мы должны посмотреть дальше. Когда апостол Павел перечисляет казни Божии за поступки людей. 10 глава, 6-11, это стих. Прямо говорит, а это были образы для нас, достигших последних веков. А это были образы для нас, запятаясь, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Вот если бы это сектанты узнали, сегодня бы ни одного не осталось. Они это замазывают, никогда не считают. А мы-то сколько всего замазали? Конкретно. Господь рассказывает, когда люди подходят, юноша, какая заповедь, Господь, как считаешь? Сегодня бы ответил, что считаешь? Ну, Библию там, так у меня ее нету. Молодежь не знает. Некоторые даже Библию не прочитали. Я к вам говорю, молодежь. Не спите. Потому что то, что сейчас есть, покажется нам чудом. Какое время мы жили? Свободно. Я могу сегодня залезть на крышу, вон там на лестницу голубям, и кричать, покайтесь, мне никому не нужен. Я могу встать на любой остановке и начать раздавать Евангелие, меня никто не тронет. Вот какое время мы живем. Ты возьми вот это, главное, и молись, и за правителей, и за всех. Чтобы Господь пощадил и помиловал. Мы сейчас обратимся к Салтере. Что Давид говорит об этом? 11.7 11.7 Салтере. Там можно взять. Конечно, это неудобно. 11.7 Вот оно. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли горнили, семь раз переплавленное. Я четыре места только я возьму, и Давид поет, играет на струнах, в горах где-то прячется смертельная опасность, в окно пришлось выскочить и бежать, взять. Ему вошло в голову, что он хочет царство у него отнять, салута. С чисто слова на пять, где бы он ни был, он только повторяет, как Господь чисто слово сотворил. И это у нас написано, всякое слово Бога чисто. 17.8 17.31 Вот оно, 17.31 Это другое место, другое время. Потом эти кто-то соберет псалмы в одну книгу, псалтырь. Бог не порочен, путь его чисто, слово от Господа, щит он для всех уповающих на него. То же самое. Откуда брал Соломон? Щит. Мы остались незащищенные. К нам заползают эти змеи. Мы не знаем, что у нас не надо ни хуштанами. Мы просто взглянем на Иисуса и скажем, помоги Господи. В болезни, в здоровье, в работе, без работы остался только одно. На каждом шагу, Господи, как тебе угодно, только воли твои я не знаю, но как ее не нарушить? Через кого-то ты как-то подойдешь. Я вчера говорил, а вам никого не было, я повторю это. Я проверяю себя только на молитве, считая Слово Божие. 60 лет. 60 лет ежедневно спрашиваю, а поскольку? Раньше у меня уходило часов по 10 в Библии. Нет. Я вчера говорил об этом. Есть люди, которые близко знают. Я созванивался когда-то с Осиповым, который сейчас там профессор. За него молитвы нету. Там дворки. Я пытаюсь это сделать. Помянул один раз, завтра у меня, считаю, я проволосы забываю о них. И вот это вот, что мы здесь имеем, вот здесь в коридоре висит фотография. Четыре фотографии, я с одним человеком по ручке, потом целуюсь. Вы знаете, о ком говорю. Благодаря которому получили вот это вот все. Бывший глава городского самоуправления, Баварин Владимир Николаевич. Он погиб. Я подробности все знаю. И там здесь теперь площадь Баварина, как к мосту подходишь, щесовню Владимира, во имя Владимира князя. И там сделали вот такая же здесь. И все это описано, сколько? Он с 1939 года, на 3 месяца старше меня только был. 20 лет назад он погиб. Мы были близко знакомы. Он не раз сюда приезжал. Я к нему свободно заходил в любое время. Это просто чудо такое. Он входил в десятку лучших мэров России. Вот обычно, вы зарядите на кого-то, сегодняшняя глава администрации. Родился, какие дети, то ничего нету. А у него написано вероисповедание православия. Я тщательно звонил в ночь, когда он погиб днем, верующий, не верующий. И главный редактор Алтайской правды, Шевчук Ольга Николаевна, она сказала, он верующий. Потому что есть фотография, он с ребенком стоит, как у Золотухина, ребенка крестили. И вот интересно. Теперь это место мы проходим с нашей сестрой. Каждое утро мы ходим, молимся под мостом, чтобы Бог сохранил этот мост. Взяли на себя, нам надо ходить, и в то же время не зря помолиться. Потому что если в Крыму взорвали, то могут похудеться и сюда. И мы просим, Господи, сохрани это сокровище, мост. Три полосы в одном направлении, три в другом. И они больше ста километров машины летят, как стрелы какие-то. И мы каждый раз молимся. Проходя туда, мимо, где стоит доска, и так сосуд как бы расколотно наполовину, а так, жизнь человеческая. Я три поклона кладу туда и три обратно. Господи, упокой в обительх небесных, раба твоего Владимира. О, как много он для нас сделал. Храмов этого бы не было, жилища не было. Кому это на сердце подошло, помолитесь, когда будете молиться. Молитва за него не то, что идет, она непрерывная. Вот просто я иду, я не дойду еще, я иду и молюсь, как будто бы мы с одного гнезда с ним. Вот что Бог делает. Нигде у меня нету, чтобы я стоял с мужчинами, целовался. А с ним именно поцеловались, когда он передавал это. По ручке ударили. Я отвечаю за эти слова, за молитвенные. Что на молитве не то, что легко, а окрыляющая молитва действует. Что я говорю, я подойду сегодня, снова прошу Господа. Господи, если что не так. Был парторгомоторного завода. Так что это все позади. Прости его. Если он не у тебя там, прости, помилуй его. Если кто желает помочь, а о нем можете зарядить в интернете. Более прекрасный слог, люди, которые упоминают его, какой он был. Я просто делюсь этим, как он был внимателен. Вот у него каждый год отчет был, там драмтеатр и что-то. От него специальный посельный был, с уведомлением меня на открытке. У меня отчет будет за год, чтобы я приходил туда. А после этого еще кого-то пошел и спросил, ну как мое выступление было. Видно, что умеет обращаться. Я-то никто. Вот это, который у нас подвалы копали. Нужно было это все увозить куда-то. Ничего не надо. Звонок только все, и уже автобусы, так сказать, машины стоят, и экскаватор стоит. Вот это все перевозить не жилое было, а жилое. Сколько труда было. Его только им. Его уважали все. Я специально говорю о нем, как родного брата. Я молюсь, мы 18-летние занятия в АГТУ. Тоже Владимир, и в Семеев. Его отношение было при студентах, при профессорах. Он вот так меня хватит, обнимет и поцелует, и перед тем, я преклоняюсь перед этим человеком. Это он делает. Или вот мы идем рядом здесь, Валер, там материями торгует. Она сколько нам помогала, женщина внезапно, тоже в автокатастрофе погибла, Валентина звать. Иду, перекреститься, Господи, помилуй ее. Она потеряевку ездила. У нас есть люди, которые на том свете, которые нам так помогали. Неужели же мы их забудем? Может быть, они нуждаются. Но если не так, в конце скажи, Господи, если не угодно моя молитва, ты прости меня. Но они много нам добра сделали. Я первый раз встречался, к ней зашел, она меня не знает, не видит. Я говорю, я для детского лагеря, еще тут надо что-то. Она встала, все покопалось, вытаскивали деньги, сразу за них. И тоже племянник за рулем было, она погибла. Валентина, два Владимира. Я о них всегда молюсь. Если коснулось, то, что я сказал, теперь, Псалом 118, самый большой, 140 стих. 140. Мелко написано тут, простите. Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его. Все. Заметьте, Солом, в котором 176, сколько стихов у него? 176. 176. А слово закон, слово, заповедь, это все означает Библия. Он повторяет 185 раз. А стихов 176. То есть, в некоторых стихах он дважды повторяет. Как он любил Слово Божие. А он преступник был. Два смертных греха сделал. Чужую жену, среди своих жен, поместил. А хозяина убил. Отправил на фронт, и написал, чтобы убили его. И Бог простил его. Вопреки закону своего, Бог простил его. Как мы должны быть Богу благодарны, если бы не этого на тут сатире не было. А почему так? Он пострадал за это. Потом сын отнимет, а то весолом все царство. И сколько он будет мучиться. 18.9. Мы как раз-то не прочитали? Да. Давайте еще раз-то посмотрим. Так. Время, которое мы сейчас ищем даже. Мысли молитесь о чем я сказал. Не забудьте. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Вот что. Заповедь того же просвещает очи духовные, не только эти. Ты должен считать это и благодарить Бога. Сколько людей, которые ничего не знают про это. Которые, если в руках Библии имеют, им пальцы все режут, туда пеплом просыпают. Пальцы смотреть, вот как Лошана. Где? Там в Нигерии, в других странах. Издеваются над верующими. Погибают, сжигают их. Римлянам 7.12. Я и так тут половину уже зачеркал, что не будем отказать. К римлянам. Сразу после апостола. Римлянам. Вот так. Вот это про это попробовать. Вот. Да еще, 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 чуть-чуть. Вот она, римлянам. Так, к римлянам. 7.12. Господствующая в то время была страна и столичная церковь. По всему закон свят и заповедь свята, и праведна, и добра. Вот что. Главное, что нужно знать. Любой спор, все, уныние, какое-то болезнь, там, Слово Божие. Возьми, почитай, не можешь, попроси кого-то, кто рядом. Я вам рассказывал случай этот, некоторые не знают это, одна ходила в храм, а муж важную должность занимал, против веры боролся, знание, наука и знания он выступал, ну и мужчина видно из себя. Ей очень хотелось показать, какой муж у ней, вид у него какой. Настоящий мужчина. Она все время молилась. Но он как, не как Бог у нее. И потом оказалась неизвестимая болезнь, и он, все уже вышло из него, и тогда он и говорит, Света, прочитай, что-нибудь. А что? Он говорит, это из Евангелия. Она считать ничего не стала, она вышла в другую комнату и горько разрыдалась. Она ждала этот момент. Ну, кого она покажет? Разварину. Она заботилась о подругах своих, о тех, которые знают их арест. Она покажет, какой у нее Вячеслав, какой он умница. С ним поговорить можно. Мы должны просить Бога, но за результат, какой придет человек, мы не ручаемся и не знаем. Мы знаем только то, что Бог, все милости, воззови ко мне, я услышу тебя. 1 Тимофея 4,16. Вот это наизусть слово, запомните, которое прочитаем. 1 Тимофея 4,16. Так. Вот оно идет. Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, и вот так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. В себя? Это еще, кажется, проще. А вот это как раз и непросто. Оказалось, один человек лгал. Я сейчас с ним, запретили ему со всеми разговаривать, это в интернете, только со мной можно разговаривать. Человек, при первой проверке, так уже, ну, может, мы ошиблись где-то, минимум, три беса посажены в него было. Искусственно льет. Обманывает. Можем на архиерея наговорить. И нам Бог это открыл. И душа это осозналась. И сейчас тебе сказали, как Исидор такой был один. Кратко его биография такая. Видимо, офицер какой-то был, и княжеский сын. Ну, пришел в храм, в монастырь. А глянул-то, на его лицо-то, настоятель-то, и говорит, да тебе какой монах, то у тебя на лице-то весь мир играет он. А я другой буду. Интересно. А как ты от этого избавишься? Не знаю. Ну, он говорит, вот тебе задают. Кто приводит в монастырь, ты должен кланяться всем в землю и говорить, помолитесь обо мне, я одержим злым духом. А он знает, что тут приходят и те, которые знают, по академии, учились и мессии. Он простоял почти день, так и не смог сказать такие слова. Это не очень просто. Но когда первый раз сказал, дальше пошло легче. Он иногда спрашивает, как стоит, говорит, всем кланяется. Его так полюбили все. И там у него нашелся один товарищ, не отходит от него. Тоже ему надо это говорить. И семь лет прошло. И этого Исидора приглашают обратно на авгу монастыря и говорит, ну и как, ой, как я благодарен вам. Я себя не знал. Я узнал себя. И как мне это хорошо. Все за меня молятся. Вот у нас с этой женщиной, теперь она заходит в упирь и говорит, я одержимая. Помолитесь обо мне. Я одержима злым духом. Ей трудно это было. А сейчас шевельнулось это дело-то. Она заходит, задает вопросы. Я говорю, тебе задание такое, начни свою жизнь с утра до вечера записывать. Когда у тебя это появилось? Я не знаю, я стала понимать, что я не одна. Она когда напишет, уже письмо ушло, а завтра она не знает. Она пишет другое, с другой интонацией, то есть от другой демон уже. И теперь помолиться о ней надо. Я никакой тайны не откроюсь и скажу, что ее звать Ирина. Просто помолиться надо. У ней тяжелое такое состояние. У нас сейчас сказать, ты одержимая. Ведешь себя как? Каждого слова боишься, то другое. Сама не считаешь ничего. Тут поднимется, ни сват, ни брат уже никто. А она смиренно пронесла это. И теперь я сказал, с утра до вечера записывай, что ты делаешь и что должна делать. Сверяй с Библией. Она хористка там и все это знает по церковному. В миссионерском обществе состояла где-то. Выйти отовсюду. Приготовимся, когда полное покаяние перед архиереем, перед священником будет. И она называется Айну Диона. Всем мне скинуло писем таких. Мне надо это делать, как сказал. В писемном виде, чтобы ты пересчитать могла. В каком виде была? Когда он вошел в тебя? Понимаете, это огромная работа. Если ты не осознаешь, что ты просто его демона закрещиваешь, некоторая позевает и рот крестит. Я говорю, что боишься, что выйдет, что ли? Будь внимателен. Уповай на Бога, и Он тебе покажет. А что нужно? Молчать научиться. Говорить, говорит, учимся 4 года, молчать 64. Говорить слова божественные, чтобы они грех попаляли. Притча 19.3. Еще один раз вернемся к притче. 19.3. Глупость человека возвращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Вот так. Сердце-то даже ты не знаешь, оно негодует на Господа. А помышление сердечное Бог будет судить. Мы должны иметь таких друзей, товарищей, которые бы могли нам помочь. Одна вот пришла, она из баптистов. Ну, они каждое утро звонят, как сестра дела? Слава Богу. А что ты, сестра, считала сегодня? Я с такой, а ты, сестра, что? То есть, когда она пришла в православие, уверовала, что православие – это церковь, а баптист – это не церковь, это ересь. Ну, и она сразу спросила священника, батюшка, а мне бы как адреса взять тех людей, которые Слово Божие… Что? Ну, как Слово Божие считаете, как у нас? Забудь про это. У нас этого нет. Забудь про это. Она пришла с таким багажом, да священнику делать даже ничего не надо было, он только познакомился с хорошими своими прихожанками, хороших, сестер у нас много, но к Слову Божию они приучены. Ну, мы смотрим на Бога, как нужно, я пришел, отстоял, от этого до этого. Прочитали, что есть. Сердце-то молчит. Сердце должно заговорить и запеть. Это не обязательно в голосе. Галатам 3, Галатам 1 по 3 стих. Сейчас заканчиваю. Я вижу, утомились некоторые уже спят. Еще раз. Будете искать, от моря до моря написано, не смейтесь. Пройдет время небольшое, вон там у нас, с той стороны написано, Амос. Так, Галатам 3, 1, 3. Что молодежь будет истаивать от жажды найти Слово Божие и будут ходить, не ездить, а ходить, в каждый дом заходить, расспрашивать. Ну, у вас были верующие, были, а где? Государство все отняло. Сказало, у кого Евангелие найдут, смертная казнь. И что было? Да, у троих нашли, уже расстреляли. А куда дели? Сдали. И никого нету, нету. Пошли дальше. От моря до моря будут ходить и не найдут. Голод, не хлеба, но слышание Слова Божия. Вот с той стороны, там, у сестер, прочитайте, на стене написано. Пророк Амос сказал за много лет, к последней времени, эта молодежь скажет, жив Бог твой дан. Дан – это пришествие антихриста, данного колена. Это предсказание. Итак, три стиха. Третья глава? Да, третья глава, с первого по три стиха. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Вот как! Нам даже этого нет, начав духом, к нам не относятся это, потому что некоторые еще не начинали жить духовно. И когда сегодня жизнь показывает плоды предыдущей жизни, она все идет не так. Все теряется. И работа теряется, и семья, и местожительство. Ничего нельзя сделать. Почему? Бог через это пытается нас подвигнуть на истинный путь. Вы не знаете, вот здесь-то дорога идет, промышленная, и ограда. За оградой что делать? Посмотрите. Продали, видимо, эту землю, речной порт, и высотные знания у нас будут здесь. Сейчас они тут трещат, не подойдешь. Я все снимаю, чтобы показать, как экскаваторы, деревья все пилят, убирают, разравнивают. Но дальше нельзя, там пошире вода, и остановились на этом. Но у нас они проходят, метров 20, дальше нашего дома туда. Ну, я думаю, они сюда не перешагнут, но все равно помолиться об этом надо, чтобы Господь сохранил. А они рядом, они там, которые высотные дома, 22 этажа, рядом, это они. Они там перекупили, и которые были у речного порта дома, все, убрали, снесли, ничего нету. И теперь глубокие такие делают, видимо, гараж там или что будет. Я каждый день вижу, как они работают. Видно, что работяги настоящие. Но нам-то не выгодно это, чтобы Господь сохранил. Просто пойдете один раз шагните, тут прям рядом, через оградку, посмотрите, как тут было и как сейчас есть. Но это только начало. А что, Бог? Я могу сказать. Вот мы здесь находимся. А вот здесь рядом, двухэтажное здание, там это ночное кабаре видно было. И там по столбам лазят эти женщины в таком виде. Я пошел к ним один раз помочь. Фамилия его все известно. Потому что жена у него в архивариусе работает, доставала нам документы. Ни разу не помог. А знает, когда он строился, наш человек один помогал ему. Самолеты разбитые, алюминия, все сдавал, на этом построил. И к осени мог, ему надо расширить свое здание. Я пошел в городскую администрацию, ничего не намещается, а у него намещается. Там все сделают как. Я приезжаю, а его нет, он умер. А вот здесь стоял двухэтажный деревянный дом. Мне летом сколько звонили, тут пустырь такой. Там что они делают? Ну прям рядом заграды, двухэтажный дом, его нет. и там гуляют, открыто, нельзя выйти просто такие звуки. Поздно ночью помолились, никого нету. Пихнули, убрали дом, загладили, как будто никогда его не было. И никому не жаловались, мы ничего, мы только молиться начали, все. Лучше или хуже, на сегодня никого нету. Никто не приходит к нам, а то прихожу, они вот на крыльичке здесь сидят, выпивают. все по-другому делают. Кто делает? Наш Господь. Иеремия 33,3 последнее место Писания, это называется телефон Господа. Если хотите набрать по мобильнику, позвонить Господу, сразу набирайте. Иеремия 33,3 легко запоминается. Но это 0,1 это пожар, а это для души. Слушайте. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе, великое и недоступное, чего ты не знаешь. Вот желаешь услышать. Иеремия запомните, это телефон Господа, в народе называют. 33 глава, 3 стих. Он даст то, что нам недоступно, невозможно, немыслимо, и Бог это делает. Для нас немыслимо было переиздать Новый Завет с толкованием. Уже во всем мире получают люди за границей, везде. Сейчас готовимся четырех томик, называется «Проповеди в стихах». Четыре тома по 880 страниц и 196 страниц фотографий цветных. Это уже все вот-вот закончится. Проверка идет по томам. У меня хороший помощник есть из Белоруссии, тоже звать Ирина. Сегодня с ней так разговаривали. Много помогают людей, но она вышла на первое место проверки где-то. настолько Господь ума дает женщине. И она когда где-то что-то отзывы есть, она знает и вдруг из такого-то берет место. Из святых отцов. Ирина. Тоже, вы не знаете, тоже помолитесь. Эти люди к нам близкие-близкие. Я расскажу, какая переписка была, просто удивительная. Это Бог так делает. У нас пример рядом, которые люди живут. Вот мы православные, я вчера говорил, чуть-чуть повторю. Мы знаем Блаженов Фефилакта, читаем, Яна Златоустов. А почему мы не слышим о Симеоне Новом Богословии Исааке Сильянине? Почему у нас нету ничего от него? И был такой Василий Брюссельский епископ. Он открыл глаза мне на это. Он говорит, Феофан Затворник знает греческий язык и стал переводить. Феофан Затворник-то. Но когда стал писать, листа три написал, остановился. А почему если я это до конца сделаю, все верующие наши, православные будут неверующими. А почему так? У них так же планка поднята. Как причащаться? Какой ты должен быть? Я считал, я начитывал его. Других я считаю час, без перерыва считаю, магнитопоны крутятся. Здесь минут пятнадцать я на нет исхожу. Я днем никогда не ложусь. Здесь должен был выпить на меду я опять считаю. Ну минут двадцать пройдет, я на нет исхожу. Как сегодня бы сказали, какая невиданная энергетика от их слов. Ну не энергетика, благодать Духа Святого. Это вершина христианской философии жизни. Как надо вести всем слоям населения. Как при счастье приходить. Поэт, если норме его смотреть, то мы неверующие. это понял тоже. Итак, Святой Исаак Кисерин и Семен Новый Богослов. Молите Бога о нас. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо, Христа. Спасибо.